Ультрамарафонцы готовятся к старту. Друзья и болельщики не хотят убустить этот исторический момент. Дистанцию в 170 километров дагестанские бегуны преодолевают впервые испытания для самых выносливых. Каждый пришел к этому по-своему. Нам просто доставляет это удовольствие. Саида Ярахмедова в прошлом году преодолел расстояние в 110 километров от Махачкалы до Дербента. Девушка работает в Министерстве полнациональной политики, а бег для нее просто любимое увлечение. Когда мы пробежали 110, хотелось пробежать чуть больше. То есть было три марафонские дистанции, захотелось четыре. Будет практически суточный забег. Если мы пробежим эту дистанцию от 20 до 24 часов, приблизительно если в 22-23 часа уложимся, это будет очень хороший результат для нас, для всех. Ультрамарафон символично свяжет две главные духовные святыни братских республик – центральные мечети Махачкалы и Грозного. Забег, помимо популяризации здорового образа жизни, призван укрепить дружеские отношения между соседними народами. Перед стартом бегунов напутствовал имам столичной джума-мечети Ислан Хан Магомедов. Он передал в дар братской республике экземпляр священного Корана. Желаю вам, чтобы вы без препятствий добрались до цели. Пусть Аллах поможет вам в этом. Чтобы без проблем пересечь границы двух республик, участники марафона заранее сдавали тесты на коронавирус. Перед началом забега они также прошли медосмотр. Кроме того, врач будет сопровождать их всю дистанцию. Мы мерим артериальное диастерическое давление и пульс. Помимо этого, рядом будет отдельная машина с питанием. По пути помогут организовать небольшие остановки для отдыха. На перекусы и восстановление сил можно будет отвезти от 5 до 10 минут. Предприниматель из Дербента Демир Салихов спортом занимается с детства. Кроссы и марафоны бегает около 6 лет. К самому серьезному вызову своей жизни готовился основательно. Тренировки 6 раз в неделю, 5-6 раз в неделю. Это стабильно, либо утро, либо вечер. У меня тренировки в горах. Вот сейчас, когда карантин был, я все время был в горах. Готовился там, основную подготовку там прошел. Стадион. Такие классические тренировки для легкого атлета. Биговые тренировки. Беговые, но и без зала тоже не обойтись. Потому что на такой дистанции силовая выносливость, она важна. Маршрут бегунов будет проходить по обочинам автодорог, напротив движения машин. К финишу они придут только завтра в обед. Курбан Рагимов, Муса Солгереев, телеканал ННТ, Махачкала.